Микс Ньюс Радио Болтком Программа Абонент Доступен Участие слушателей обязательно Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Абонент Доступен В студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев И на прямой связи по скайпу с нами сегодня Главный редактор издания «Медуза» Иван Колпаков Здравствуйте Здравствуйте Да, Иван Сем... Да, ваш коллега Иван Голунов помещен под домашний арест Как сегодня редакция и конкретно вы переживаете это? Ну, честно говоря, мы уже перестали переживать Потому что уже, во-первых, не осталось никаких эмоций Все, кажется, последние эмоции вытекли из нас в день суда И надо сказать, что помещение Ивана под домашний арест Это огромный прорыв Потому что обычно людей, которых обвиняют по такой статье Не отпускают под домашний арест в России И мы считаем, что тот факт, что его отпустили под домашний арест И они отправили его в следственный изолятор Это, конечно, результат широчайшей кампании Солидарности журналистов в России и других странах Абсолютно непрецедентная кампания Мы благодарны всем и каждому, кто пишет про Ивана Голунова Кто публикует его расследование И не позволяет ни на секунду людям в правоохранительных органах и в Кремле расслабиться Как вы узнали о его задержании? Я узнал о его задержании ночью Через 14 часов примерно после того, как он был, собственно говоря, задержан Ему на протяжении 14 часов не позволяли связаться с адвокатами Ему не давали телефона Через 14 часов позвонил следователь его подруги Светлане Рейтер Она работает корреспондентом на Ви-Би-Си И она моя подруга тоже Когда-то была моей журналисткой в Лейдеру Когда мы еще работали вместе в Москве И она, короче говоря, следователь позвонил Рейтер И сказал, что Иван Голунов задержан за наркотики И на фоне, значит, голоса следователя Света услышала, как Иван говорит Меня держат 14 часов без адвоката Мне подкинули наркотики Ну, короче, это уже известная история Про то, что мы вот таким образом узнали, что он задержан После этого мы нашли адвоката, и он уже поехал к Иванову Когда вы начинали кампанию в поддержку Ивана Вы ожидали, что будет такой резонанс у этой истории? Нет, конечно нет Ну, то есть, всякого можно было ожидать Но у нас не было никаких ожиданий У нас было ощущение, что мы должны сделать все, что только мы можем Для того, чтобы Ивану освободить И мы делаем все, что мы можем Возможно, мы делаем мало Хотелось бы делать еще больше После того, как три ведущих деловых изданий России Опубликовали на первой полосе Вот этот призыв освободить Ивана Были такие мнения о том, что это уже не история российской журналистики Это уже история страны Вот на ваш взгляд, можно ли сегодня говорить о том, что дело Ивана Голунова войдет в историю страны? Думаю, да Ну, вообще, это акция фантастической солидарности и журналистской, и гражданской Это не только речь не только о журналистах Компании по поддержке Ивана участвуют и люди, которые не работают с журналистами-редакторами Люди из смежных сфер, и просто люди Уже люди говорят в общественном транспорте, в метро, на остановке Люди разного возраста говорят про Ивана Голунова Его поддержку высказывают звезды, телевидение, артисты Земфира сегодня опубликовал у себя на сайте сообщение в поддержку Ивана Голунова Все, это как бы мы вышли давным-давно за пределы, собственно, медийного пузыря И, несомненно, то, что происходит, это, ну, это акция гражданской солидарности Люди не хотят это проглатывать Потому что дело сфабриковано грубейшим образом Любой человек может оказаться на месте Ивана Голунова Абсолютно любой человек беззащитен перед полицейским произволом Считаете ли вы, что это может стать таким спусковым крючком для нынешней российской власти? Это дело И мне, честно, вот я вот сейчас честно скажу Мне абсолютно без разницы Меня сейчас интересует российская власть в прикладном смысле Способна ли она повлиять на это преследование И сделать так, чтобы Иван Голунов был на свободе снова Только в этом смысле Мне хочется, чтобы власть исполнила свою функцию Да, как бы разобралась в этом деле Чтобы неминованный человек оказался на свободе Меня даже не так сильно беспокоит Будут ли наказаны люди, которые организовали это преследование Я не сомневаюсь в том, что они уже пожалели об этом Ну вот сейчас Дмитрий Песков прокомментировал, как известно, случившееся Пообещав все держать под контролем Какие действия, на ваш взгляд, от Кремля могут быть? Ну мы же живем в России, точнее я живу в Латвии, но еще немножко живу в России Да, как бы умом живу в России Но мы понимаем прекрасно, что недостаточно апеллировать к правоохранительным органам История про преследование Ивана, очевидно, решалась не в УВД Западного административного округа Это кто-то другой придумал, что нужно задержать Ивана Голунова Это кто-то другой придумал, что нужно подбросить ему наркотики Это кто-то другой придумал и воспользовался своими связями для того, чтобы сфабриковать преследование Ивана Для того, чтобы поместить его под арест Это значит, что мы должны воспользоваться всеми имеющимися у нас способами Для того, чтобы освободить Ивана Акции в поддержку, да Качественная юридическая помощь, да Самые лучшие адвокаты должны работать над этим делом Резонанс, да Материалы распространения расследования Ивана, да Завершение его последней работы, из-за которой его преследуют, да, безусловно Звонки всем людям, от которых, по нашему мнению, может зависеть судьба Ивана Конечно, конечно Все должны быть в курсе, что преследует Ивана И все герои его материала должны быть в курсе Потому что, если мы согласимся с тем, что это политическое преследование Да, я уверен абсолютно в том, что это связано с профессиональной деятельностью Ивана То, в принципе, круг подозреваемых довольно широк Это любой герой любого его материала Учитывая, что Иван постоянно публикует Постоянно, значит, занимается антикоррупционной тематикой Ну, вы понимаете, что список потенциальных подозреваемых велик И ни один из них не может быть заинтересован в том, чтобы это незаконное преследование продолжалось Ну, вы знали лично о тех угрозах, которые поступали Ивану ввиду его профессиональной деятельности? Да, конечно, я знал, потому что, ну, любой журналист Даже такой скептически относящийся к угрозам и журналист так Иван Он, разумеется, должен сообщить руководству о том, что поступают угрозы Вот, угрозы поступали как минимум с апреля 2018 года В каком формате они поступали? В разном Я не хочу про это говорить, не хочу в это углубляться Потому что, в принципе, не очень могу на эту тему распространяться пока У нас звонок, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Глеб, меня зовут У меня вопрос к вашему гостю, я не знаю, кто он такой Я не сначала... Главный редактор издания «Медузы» Иван Колпаков у нас на связи Отлично, главный редактор У меня три вопроса у нас Первый вопрос, почему вы решили, что можете подменять суд и органы дознания? Второй вопрос, почему такая избирательность? То есть, вы выступаете за своего сотрудника, хотя он вашим сотрудником не является Он фрилансер по договору И третий вопрос, собственно, самый важный «Медуза» базируется в Риге, регулярно декларирует убытки Ваш адрес находится на крыше барона номер 5 А на какие деньги вы живете? У вас ни одной рекламки нет на сайте Да, спасибо вам Да, спасибо за вопросы Ну, давайте я очень быстро отвечу Значит, во-первых, про что был первый вопрос? Про то, почему вы защищаете Ивана, если он не является штатным сотрудником Иван Голунок является штатным сотрудником латвийской компании «Медуза» Мы защищаем своего сотрудника, потому что это наш сотрудник Мы защищаем нашего сотрудника, потому что если мы не защитим журналистов, то не будет качественной независимой журналистики Мы выполняем общественную функцию, для того, чтобы выполнять общественную функцию, а именно распространять информацию независимо и свободно Наши сотрудники должны быть на свободе Да Мы защищаем его, мы не подменяем собой суд и следствие, разумеется Но мы вправе настаивать на том, что наш сотрудник невиновен И мы используем все абсолютно легальные методы для того, чтобы его защищать Что касается убытков и что касается рекламы на сайте Рекламы на сайте очень много, протрите глаза и хватит врать Ну вот некоторые как раз говорили о том, что много действительно было комментариев и мнений различных Но так или иначе говорили о том, что о расследованиях Ивана Голунова никто не знал вот до этого резонансного дела, которое случилось Как вы могли это прокомментировать? Ну это просто неправда, потому что если бы никто не знал о расследовании Ивана Голунова, то, наверное, не выступило бы в его защиту все профессиональное сообщество России Это довольно очевидно Иван Голунов никогда не стремился стать звездой Иван Голунов никогда не стремился стать знаменитым журналистом Он всегда был в тени своей работы Но репутация Ивана Голунова безупречна Его знают очень хорошо в России другие журналисты И он много где работал Он работал не только в «Медузе», он работает с 2016 года в «Медузе» Повторюсь, он штатный сотрудник, поэтому не надо врать И просто городить всякую ерунду через запятую И, безусловно, среди профессионалов он считается одним из самых крутых расследователей Ну, как бы после этой истории, я думаю, что он самый знаменитый расследователь Если вы сомневаетесь в качестве его работы, вы можете открыть «Медузу», прочитать и почитать его расследование В общем-то, вам все станет понятно Еще звонок у нас Слушаем вас Здравствуйте Здравствуйте, как вас зовут? Мы вас очень хорошо понимаем Да, вот с журналистом так ужасно поступили В Латвии точно так же поступают Подбрасывают патроны, например, какие-то порнографические фотографии Так же поступили с журналистом Алексеевым У вас комментарий или вопрос какой-то есть? Вопрос я хочу А почему «Медуза» не поддерживает журналистов? Например, Юлиана Ассанжа тоже В общем-то, надо было бы бороться за права всех журналистов, а не только одного, который там есть Да, спасибо вам Ну, я... Послушайте, ну, «Медуза» довольно большое издание и много о чем пишет и поддерживает журналистов в разных ситуациях Является ли преследование Джулиана Ассанжа проблемой Американское преследование Джулиана Ассанжа проблемой для свободы слова в Америке и во всем мире? Безусловно, да Является ли преследование журналистов в Латвии проблемой для свободы слова в Латвии? Безусловно, да «Медуза» регулярно освещает темы преследования журналистов во всем мире. И, возможно, именно поэтому международные издания в диапазоне от «Босфида» и «Нью-Йорк Таймс» до «Гардиан» и «Би-Би-Си» поддерживают «Медузу» в ситуации, когда ее журналист находится под домашним арестом. И это несправедливое преследование. У нас очень мало времени остается. Мы обещали Ивана, что отпустим его через 20 минут. Много звонков. Еще один успеем принять. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Добрый. Ну, во-первых, сразу скажу, что я, конечно, солидарен в этой ситуации с журналистами и с вами. Я не хочу упрекать вас по поводу Ассанджи и других журналистов. Но я бы хотел бы все-таки и у вас, и у нас в Латвии, чтобы журналисты были ответственны не только за журналистов, потому что у нас журналисты иногда работают, и у вас тоже работают, не думая о том, что и как с тем человеком, о кого они пишут, а потом списывают, ну, с кем не бывает, ошиблись. То есть ваша небрежная работа только иногда мешает. А так все хорошо, надо быть солидарными. Удачного дня. Мне очень жаль, если вы сталкивались с небрежной работой журналистов. Мы в «Медузе» относимся к журналистским ошибкам очень ответственно. Мы считаем, что нельзя совершить ошибку журналисту и не вернуться к героям. Мы каждую свою ошибку, которую я совершил как журналист-редактор, я помню, и за каждую мне стыдно. И за своих коллег мне бывает регулярно стыдно. К сожалению, все ошибаются. И журналисты тоже. И чем сложнее журналистам работать, а в 2019 году журналистам во всем мире работать экстремально сложно. Это самое сложное время в истории журналистики вообще, когда бы то ни было. Тем больше ошибок журналисты совершают. К сожалению. Мне очень жаль. Но все, что от меня зависит, как от главного редактора большого издания, я предпринимаю, чтобы минимизировать количество ошибок, которые, тем не менее, иногда пролезают. Спасибо. Иван Колпаков был с нами на прямой связи. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, затем вернемся и продолжим. У нас есть комментарии адвокатов Ивана Голунова и врача, который проводил его освидетельствование. Так что оставайтесь с нами. Во второй части продолжим разговаривать над темой. Спасибо, Иван. Всего доброго. Всего доброго. Мы продолжаем. Программа «Абонедоступен». Сегодня мы в немножко таком нестандартном формате выходим, потому что у нас в первой части нашего эфира было интервью с главным редактором интернет-издания «Медуза» Иваном Колпаковым. Мы говорили о деле Ивана Голунова. И сейчас мы продолжим эту тему. Мы записали комментарии. И еще я проанонсирую, что во второй части нашей программы также в эфир выйдет Юрий Алексеев, латвийский журналист, которого тоже обвиняют по ряду статей. И у него дома латвийские правоохранительные органы, Служба государственной безопасности нашла патроны от пистолета. И с ним мы тоже сегодня поговорим в рамках этого эфира. Давайте теперь послушаем комментарий, который нам нашей радиостанции дал главврач больницы номер 71, куда привезли журналиста Ивана Голунова для обследования. Отмечу, что ранее он говорил в СМИ о том, что Голунов находится в удовлетворительном состоянии и в госпитализации не нуждается. И вот, опять же, согласно словам врача, у Голунова обнаружена была гематома в области левой скулы, а подозрение на черепно-мозговую травму не подтвердилось. Ну а Голунов же, опять же, заявлял, что после задержания 6 июня его избили в полиции. Он рассказывал также о том, что полицейские не позволили ему оперативно вызвать скорую помощь. Ну вот давайте послушаем, что нам по этому поводу рассказал главврач 71-й больницы, кстати, известный телеведущий программ о здоровье Александр Мясников. В каком состоянии Иван Голунов был доставлен в больницу? Ну, давайте начнем с того, что я лично в больнице не был, это был выходной день. И там были, соответственно, мои доктора дежурные. Он был доставлен в скорой помощи с направительным диагнозом, возможность сотрясения мозга и ушибы мягких гонеголовых. Журналист, в общем-то, при всем том оказался достаточно адекватным и определил только те жалобы, которые, наверное, в действительности его беспокоили. Его беспокоило головной боль, высокоило головокружение. И, соответственно, больше ничего. Мы все сделали согласно протоколу. Сделали компьютерную тонографию головы, сделали компьютерную тонографию органов грудной, сердце, ультразвук, анализ и крови. Ну, в общем, все, что положено по протоколу в этом случае. Мы не нашли у него отклонений. Я не думаю, что это является как раз врачебной тайной, потому что как раз про пустологию мы не говорим, а так отклонений мы у него не нашли. То есть просто вы контролировали это каким-то образом, дистанционно? Да, я был на телефоне, все, но я был, я отсутствовал в городе, и я был у нас разом с коллегами. Там приезжал мой главный хирург, сам к хирургии. Приехали еще доктора, которые, ну, наиболее ответственные, потому что мы понимаем, что в таком мире ошибиться нельзя. Поэтому я попросил приехать, несмотря на выходные деньги. И профессора-эрмитинолога, что он правильно оценил компьютерные томограммы. И еще один термонтолог приехал. Но я вам скажу, что с ним был Алексей Венедиктов, это главный федактор Эхо Москвы. И еще господин Муратов. Они очень строго следили, как все происходит. Я находился в партии с ним в контакте. Да, но так иначе вы были удивлены тому шуму, который вот появился вокруг этого дела? Не то слово. Нет, дело в том, что, поймите, я при всем том, в общем-то, доктор и живу обычной жизнью. Особо газет не читаю. Смотрю просто по новостям, ну что случилось, да? Поэтому для меня фамилия Голунов вообще ничего не говорил. Я не знаю, кто такая Медуза и кто такой Голунов. Ну, не знаю. Поэтому мне этот шум, конечно, удивил. При всем том, что я не скрываю, что у меня взгляды такие достаточно консервативные. И вот это все либерально-демократическое в моем восприятии часто не является ни либеральным, ни демократическим. Но это уже отдельная, так сказать, история. Да, и также главврач больницы номер 71, куда привезли журналиста, я напомню, Ивана Голунова для обследования, ответил и на вопрос о том, как его политические взгляды влияют на это дело. Он, я напомню, является доверенным лицом президента Владимира Путина, президента России и мэра Москвы Сергея Собянина. Ну, вот Иван Голунов и его сторонники убеждены, что причина его задержания в его профессиональной деятельности, так как он, я напомню, проводил немало расследований, в том числе выявляя коррупцию среди российских чиновников. Ну, давайте послушаем, что нам по этому поводу сказал Александр Мясняков. Ну, вы знаете, то, что я доверенный лицом Путина и Собянина, и как не только не позволяет мне быть субъективным подобным вещам, а накладывает десятерную ответственность, и я никак не могу позволить себе какой-то необъективности. Но, на самом деле, даже не поэтому, в жидких моментах можно быть любых политических убеждений. Но ты врач, и у тебя есть абсолютно жесткая профессия. Я когда работал у вас в это время гражданской войны, я лечил и красных, и белых. И смотрел, у кого какие убеждения, у кого какие руки в чьей крови. Поэтому для меня это основоположающий принцип. Человек больной стражащий имеет право на диктивность, и так было всегда, и так будет всегда. Это мое совершенно персональное человеческое кредо, и не надо об этом говорить. А просто я открываю в лицо. Знаете, у нас как? У нас удивительно сейчас в стране. Ты можешь обругать правительство, ты можешь обругать президента, ты можешь обругать любые федеральные каналы, и тебе вот только аплодировать. И, о, какой ты молодец, какой ты смелый. А как только ты это сказал. Посмотрите, я же что написал, обратите внимание. Не испытываю особой симпатии, как к журналисту. Особой симпатии. Меня начали клевосе, как ли я не испытываю особой симпатии. И, между прочим, выделили слова из контекста, потому что это был конец фразы. А начиналось сразу так, что если его действительно побили в СИЗО, то тот, кто это сделал, предатель Родины, цупоголовая сволочь и провокатор. И при том, что я не испытываю симпатии к нему как к журналисту, хотя я и не читал его вещей, то есть не учитываю симпатию как вообще к человеку, который занимается подобной деятельностью. Я не знаю его лично и не считаю его статей. Так вот, я говорю, что несмотря на то, что я не испытываю, я считаю это недопустимым. И что такие люди должны быть жестко наказаны. Такие, как те, кто его по гипотетическому ударил. Если это правда, то, тем не менее, надо рубить руки. Да, это был комментарий главврача больницы номер 71 Александра Мясникова, куда привезли журналиста Ивана Голунова для обследования. Ну а теперь давайте послушаем то, что наши радиостанции рассказала адвокат Голунова Ольга Динзе. Вы знаете, физически Иван чувствует себя более или менее нормально. Я не могу сказать, что его состояние здоровья сильно улучшилось, но после оказания первой медицинской помощи ему стало немного лучше. Другой момент, что его эмоциональное состояние в настоящий момент очень нестабильное, поскольку он абсолютно шокирован с произошедшими событиями. Есть определенные опасения о том, что из Ивана сейчас могут сделать лицо, имеющие какие-либо психические расстройства. Кроме того, у следствия нет оснований полагать и нет каких-либо материальных доказательств того, что Иван стоит на учете в психоневрологическом диспансере, что у него есть какие-либо психические расстройства. Также нет признаков в ходе проведения следственного действия наличия у него психического расстройства. Поэтому мы считаем, что оснований назначать и проводить амбулаторную психиатрическую экспертизу нет. Как утверждают следователи, они ее проводят с себестяжестью вменяемого преступления, но такого основания в уголовно-профессуальном законодательстве нет. Поэтому мы будем возражать против назначения данной экспертизы. Кроме того, следовательно, назначая экспертизу амбулаторную психиатрическую, ставят вопросы в том числе и перед экспертом-наркологом, что является недопустимым, поскольку в таком случае необходимо назначать комиссионную экспертизу. Вот против нарколога мы не возражаем, поскольку мы желаем подтвердить, что Иван не является наркопотребителем. Да, это был комментарий адвоката Ивана Голунова Ольги Динзе. И она отметила, что они расстались с Иваном этой ночью и встретятся завтра уже для проведения следственных мероприятий. А сейчас с нами на прямую связь выходит латвийский журналист, главный редактор портала МХКЛАП ЛВ, Юрий Алексеев. Дело Ивана Голунова нередко в Латвии сравнивают с делом Алексеева, потому что у Алексеева служба государственной безопасности Латвии, которая тогда называлась полицией безопасности, нашла патроны. Это тоже громкое дело в масштабах нашей страны. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Вот сейчас дело Ивана Голунова, оно вышло такой на международный уровень, международный резонанс. Можно ли говорить о том, что оно похоже на ваше дело? Как вы оцениваете эту историю? Я завидую Ивану Голунову черной зависти, признаюсь. Мое дело, я так напомню, про него забыли, про него и раньше говорили там мельком, скользь. Ну вот чуть-чуть ваша радиостанция упоминала меня. Оно ведь уже тянется больше, чем полтора года. Простите, оно было возбуждено в октябре 2017 года. И никакой такой реакции. Вот я читаю Иван Голунов. Союз журналистов России выступил там в защиту, потребовал взять под особый контроль. Союз журналистов Москвы и Московской области выступил и так далее. А вы знаете, что Союз журналистов Латвии сказал, когда меня взяли? А ничего. А ничего. Вообще ноль. Вообще никто, ничего. Отдельные СМИ. Надо отдать должное радиоболтком. У меня даже брали по телефону интервью, когда меня первый раз взяли. А у меня уже было три задержания. Три обыска в квартире. Двое суток в СИЗО с наркоманом на соседней шконке. То есть и шума нет. Ну вот давайте так. До нынешних пор в России, как и в мире журналистики, Иван Голунов при всем моем к нему уважении, ну его никто не знал. Ну правда. Ну кто-то читал «Медузу» иногда, не глядя, кто написал то или иное расследование. Но меня же в Латвии знали. И 30 лет знали я, 30 лет в журналистике. Известный в Латвии человек. Не побоюсь этого слова, скажу, что на уровне Алексея Венедиктова. Алексеев. Юрий Алексеев. Вот. И ничего. И полтора года. Меня мурыжат. Меня мурыжат. Мне не дают выезжать из Латвии. Я под полицейским надзором. Сегодня с утра, понедельник. Я поехал. У меня за спиной, если кто смотрит скайп, видит велосипед, я поехал на велосипеде в очередной раз отмечаться в полицейский околоток. Я туда должен ездить. Три раза в неделю. Я туда уже съездил больше ста раз. Вы представляете? Там 6 километров туда, 6 километров обратно. Это я так провожу свою жизнь. Я не имею права выехать из Латвии. Я не могу повидать своих детей, которые живут за границей. Меня не выпускают. Я писал заявление с просьбой меня выпустить хотя бы на 3 дня. Вот билет. Вот я поехал, я вернулся. Черта с два. Ни черта меня не выпускает. И это дело тянут. Вот с чем я завидую Ивану, что его дело взяли на контроль. За него вступились все. Нашли у него вещества в пакетиках. Я не буду упреждать. Следствие, оно разберется. А следствие в отношении вас, оно разберется, Юрий? Как вы считаете? Вадим, понимаешь, главное, чтобы разобрались. Ну вот допустим. У Ивана взяли на анализ кровь, мочу, ногти состригли. И уже экспертиза доложила, что не обнаружено там следов наркотиков. Я ему страшно завидую. У меня полтора года назад взяли на анализ отпечатки пальцев, биологический материал, там мазок по языку сделали. Они не обнаружили на патронах ни отпечатков, ни биологического материала. То есть я их в руках не держал. А знаете, сколько длилась экспертиза? Год. Год, Вадим, год я сижу, как проклятый здесь. Я не могу выйти, я не могу выехать. Я сижу, как журналист. Понимаете, что такое журналист невыездной? Это вообще ничто. Это вообще ничто. Я полтора года лишён своей профессии. А дело тянется. Прикиньте, в марте, наконец-то, первое дело пошло в суд по этим злосчастным патронам. До сих пор суда ещё нет. А до этого полтора года тянулось следствие. Они тянут, тянут, тянут. Это не мурыжат. Мне 60 лет. Я полагаю, что я умру раньше, чем это дело дойдёт до суда. И поэтому я завидую чёрной завистью, завидую Ивану Голунову, что ему так повезло. Его дело буквально крутится сейчас. За него там три адвоката вписались. И так далее. Я думаю, бесплатно. Потому что они на этом деле будут делать пиар. Простите, я плачу за адвокату денег. Из хороших денег. Как вы считаете, вот это дело Ивана Голунова, резонанс, который оно спровоцировало, оно может обратить внимание на ваше дело и каким-то образом повлиять на него? Нет. Однозначно нет. Потому что Иван Голунов российская оппозиция. Российская оппозиция. Она привилегированная. Российская оппозиция. Её носят на руках. Её финансируют там разные фонды. Там за российскую оппозицию вписываются все вплоть до гостей по США. А кто ж вписывается за латвийскую оппозицию? Ну вот я латвийская оппозиция. Вадим, ты прекрасно знаешь меня много лет. Что я пишу, как пишу, о чём. Мы с тобой ездили даже в какой-то пресс-тур с президентом вместе, сидя в самолёте на соседних креслах эти десять дней. Ты меня очень хорошо знаешь. Я латвийская оппозиция. А кто за неё впишется? Даже собственный латвийский союз журналистов ни слова не сказал в защиту. Ну ладно, не надо в защиту. Просто в поддержку. Ну, известный журналист Юрий Алексеев там прессует полиции безопасности. Ну, надо как-то посмотреть. За что его прессуют? Зачем Алексееву патроны, когда у него очки плюс три? То есть, я либо без очков я вижу мишень, в очках я вижу пистолет, но совместить их я не могу. Зачем мне патроны от пистолета Макарова? Нет, наркотики, понятно. Побалдеть маленько. Ну, патроны-то зачем? И никто не задаёт таким вопросом. У нас есть звонок сейчас. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Да, Александр. Александр. Я полностью поддерживаю Юрия Алексеева, но хотел бы, чтобы он откровенно сказал, почему его так прессуют. По всей видимости, он высказался нечто такое, что Вадим Родионов не высказывает, а именно отношение к русским. Спасибо. Ну, наверное, да, потому что если мой коллега Иван Гумунов занимался расследованием коррупционных преступлений, то моя позиция критика латвийского государства с точки зрения национальной политики. То есть, он критиковал с точки зрения коммерческой российского государства. Я критикую латвийского государства с точки зрения национальной политики и провожу эту линию все 30 лет, сколько я в журналистике. То есть, по-видимому, надоел я латвийскому государству. Вот они решили заткнуть. Ты меня, Вадим, назвал главным редактором МХ-клуба ЛВ? Да. МХ-клуб ЛВ существует девятый год. Но, прости, последние полгода мне запрещено его редактировать, писать туда, даже комментарии писать туда нельзя. взялся коллектив журналистов, коллег, которые вместо меня сейчас ведут этот ресурс. Но я туда не имею права доступа. Под угрозой, что меня заберут и снова посадят в тюрьму. Там неприятно, я могу сказать. У меня еще звонок у нас. Слушаем вас. Здравствуйте. Говорите. Пожалуйста. Добрый, Константин. Да, слушаю. Уважаемому Юрию такой вопрос. Как вы думаете, Юрий, почему вокруг Голунова буквально за двое суток ничего не доказуемо, ничего не проверено, ничего не подтверждено, но поднялась хайд на уровне всей Европы, почему-то мне тоже непонятно, что журналист не может быть наркоманом, почему перманентно сразу начали подтверждение, что ему там что-то подбросили, что имя журналистка отрицает возможность быть наркоманом, это что, сразу признак святости, если человек журналист? Ну ладно, это отдельный вопрос. Но почему, когда Алексеева тащили или Линдермана по асфальту или Полевского в Литве или Вишинского на Украине, которые сидят годами под следствием, ни одно BBC, ни одно CNN, вообще ни слова, ни буквы, нигде. Но как только в России там... Мы поняли ваш комментарий, чтобы гость мог ответить, да, Юрий. А это просто, есть такой термин, мы живем в эпоху постправды, постправды, то есть когда берут из нужного лагеря, вот как из этого фильма, это нога, кого надо нога, то есть когда берут за ногу того, кого надо нога, тогда хайп поднимается по всему миру, на весь белый свет. Причем, больше скажу, за поддержку Ивана Глубнова, употребляю такое слово, вписались, вписались и совершенно консервативные, не либеральные, а правительственные российские СМИ. То есть центральная программа российского телевидения на РТР 15-минутный сюжет в прайм-тайм у ненавистника либералов Киселева, в прайм-тайм 15-минутный сюжет, где рассказали все, как, что было, так, так и так. То есть, простите, вот латвийское телевидение хоть что-нибудь про меня сказало, три раза меня брали, последний раз, кстати, тоже довольно жестко, они вырвали ручку у меня в дверей, я с этой ручкой полетел через всю квартиру, на спине треснувшись головой довольно клепко, я так после этого мотал башкой примерно минут 15, пока мозги у меня встали на место. Это было. Вот кто-то, вот кто-то из латвийских СМИ центральных спросил хотя бы, за что так, за что так немолодого человека, 60 лет, редактора, журналиста, за что его так брать три раза, три раза каждые полгода, изымать у меня всю компьютерную технику, тащить в СИЗО, сажать на шконку, то есть, вот кто-то поинтересовался, да чертов с два. Еще звонок, Юрий, да, слышим нашего радиослушателя, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, Георг. Да, Георг. Вот я слушаю вашего этого, Юрия Алексеева, и думаю, а чего вот русских тут так это ненавидят? Так он что, он вбет, когда сюда Путин придет, или что, да? А когда, видите ли, за Голованова заступились, когда там действительно подкидывают и наркотики, и все, да, ну, я понимаю, так он почему-то себя туда приписывает к этим людям. Это же две разные вещи. Ну, закон для всех един, Георг, не согласны? Ну, естественно. Нужно по закону действовать, а не попонять. Закон для всех един, но вы же поймите, что то, что в Латвии, это еще хорошо, а то, что там в России творится. Сейчас его напугали Голованова, а сейчас другие подумают, а зачем я тоже туда буду это все выступать? Да, спасибо вам. Не знаю, я считаю, что закон для всех один, и для либералов, и для консерваторов, и в Латвии, и в России. Так должно быть, по крайней мере. Да, Юрий, говорите, пожалуйста. Ну, я могу прокомментировать. Ну, товарищу нравится, что Алексея его присует, но он, наверное, читал какие-нибудь мои заметки, какие-нибудь мои эссе, которые я публикую в сети, публиковал на Верхоклубе. Ему нравится, что ну вот, наконец-то. Понимаешь, Вадим, вот я тоже удивлен, вот буквально полдня до этого спорил со своим приятелем из Москвы. Вот он, у него такая редкая российская фамилия Карклинш. Ну, он живет в России уже 40 с лишним лет. Он совершенно русский, бизнесмен. Вот он критикует Россию и тоже не глядит. Я говорю, слушай, ну вот подожди, ну вот, ты вот этого Голунова знаешь позавчера, а меня ты знаешь 50 лет, мы вместе росли в Латвии, мы со школой, то есть он полвека меня знает. Вот ты думаешь, что он не виновен, а вот я виновен, что я реально держал патроны, то есть и так далее. Нет, вот у него такая упертость, как у любого российского либерала, который видит только одно, у него рефлексии нету, то есть направо, налево, ну посмотри, вот за что этого, за что этого, можно же сравнить, включить голову, то есть просто, просто подумать, нет, вот это есть такая упоротость, были в свое время такие упоротые большевики. буквально 30 секунд остается до конца эфира, нужно сформулировать свою мысль, итоговую мысль. Были такие упоротые большевики в свое время, которые с Маузером там стреляли, не думая, не глядя. Вот мне кажется сейчас, что современная либеральная идея, она хуже большевистской той самой, когда не думая, стреляем, типа, Алексеев, он против кого? Ага, исконно виноват, без всякой презумпции. Голунов, против кого? Ага, невиновен, без всякой презумпции, без всякого следствия. Вот я не делаю выводов, виновен Иван, коллега мой, Голунов, или нет, но посмотрим материалы, как будет развиваться, в конце концов, ну я знаю, молодые люди, в России пользуются порошками, нюхают их, глотают. Я вот в теории старой закалки, я только водочку в хорошей компании, то, что в той среде частенько пользуются этими порошками, да господи, прости, мне даже предлагали однажды, но, но, я могу так сказать, что в России, в России сейчас идет правильный шаг, что если журналист, если, не дай бог, наконец найдут, что его прессуют не за порошки, которые ему подбросили, возможно, а прессуют за дело, я думаю, что его оправдают, и дай ему бог, и я желаю ему удачи и успехов, думаю, что мне тоже там пожелает удачи и успехов, когда, наконец, будет надо мной суд, я жду суда, спасибо Юрию, мы вынуждены заканчивать, звукорежиссер на показах. Юрий Алексеев был с нами на прямой связи, программа «Абонент доступен», Анна Смирнова, Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. Спасибо, всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok